То есть по смыслу вас можно понять, но грамматически там надо некоторые вещи исправить. Итак, напоминаю, что когда мы задаем вопросы о каких-то вот таких общих вещах, типа «любишь ли ты баскетбол», «говоришь ли ты по-английски», «ходишь ли ты в бассейн по средам», мы используем при этом вспомогательный глагол для вопросов «ду» или «дас». Вот здесь у нас будет «дас». Почему? Потому что у нас 3-11 число, мы это видим в окончании вот этого «нидза». Если бы это было по-английски, то это «нидза». А, например, тебе нужно немного отдыха. Как сказать «тебе нужно немного отдыха»? Отдых будет у нас «рест». Да, вот поставьте всё, куда надо. Значит, тебе нужно немного отдыха. У вас всё есть в этом предложении. «Тебе нужно». Абсолютно. «You need a little rest». Тебе нужно немного отдыха. Как спросить, что тебе нужно? «What does you need?» Почти, почти. Потому что когда вы говорите «ю», у вас не «дас», а «ду». «What do you need?» Да, вспомните, как спросить. Говоришь по-английски? Как этот вопрос задать? «Вот…» Ты просто говоришь ли «do you…» «do you…» «speak». Ага. Звук пропал. Да, да, не было звука. Итак, давайте ещё раз. Значит, говоришь ли ты по-английски? «Do you…» «Do you speak English?» «Do you speak English?» Как спросить, на каком языке ты говоришь? «What language you speak?» «Do you speak?» А у вас «do» никуда не денется. Из вопросительного предложения она никуда не денется. «Do you speak English?» «Do you speak French?» «Do you speak Spanish?» Или «What language do you speak?» Или «What languages?» Такие языки, да. «What languages do you speak?» Так, а у нас здесь, значит, третье лицо. «This sauce needs a little salt». Поэтому, возвращаясь к вопросу. Что нужно этому соусу? Как спросить? «What?» «What does…» «А всё остальное как идёт?» «The sauce». «What does this sauce?» «Нуждается?» «Что нужно?» «Пока вы только спросили, что этому соусу?» «И не закончили». «What does the sauce need?» «Да, what does the sauce need?» «What does this sauce need?» Так, ко второму предложению можно задать три вопроса. Значит, прочитайте само предложение. «We stayed a few days in Paris and visited Champs-Élysées». «Да, Champs-Élysées». Значит, как спросить, где вы останавливались?» Значит, здесь у нас, смотри, здесь уже прошедшее время. В прошедшем времени совершенно неважно, о ком идёт речь, у нас для вопросов всегда будет «did». Да, вот спрашивайте, где вы останавливались? «Where did you stay?» Всё, «where did you stay?» Да, убираем вот это окончание прошедшее время, оно уже не нужно. Потому что «did» показывает, что это прошедшее время. «Where did you stay?» «Where did you stay?» Хорошо, теперь давайте спросим, как долго вы оставались в Париже? Значит, «как долго?» Это, вот я справа написала «how long?» «Как долго?» Спрашивайте, как долго вы оставались в Париже? «How long we stay in Paris?» Так, теперь смотрите, во-первых, вы обращаетесь в своём вопросе к кому-то, используя «you», да? «Как долго вы оставались?» Поэтому не «we», а «you». И опять, смотрите внимательно, чтобы это был вопрос, чтобы там было вопросительное слово. Вот не забудьте про него. «How long?» Потом. Давайте так, смотрите, давайте начнём с общего вопроса. Спросите, вы оставались в Париже? Как это будет? Это, в общем, несложно. Вы оставались в Париже? Вы были в Париже? Сейчас я его напечатаю, а мы с вами сравним. Слышно сейчас? Ага, сейчас, секунду. Не «are you». Ну-ка, смотрите. Если вы спросите, вот это важно. Вот смотрите. Да, «are you in Paris?» Получится, вы сейчас в Париже. А как спросить, вы останавливались в Париже? «Did you stay in Paris?» «In Paris?» Вот я тоже напечатала. «In Paris». Да, «did you stay in Paris?» Вы останавливались в Париже? Так, хорошо. А теперь давайте чуть-чуть этот вопрос сделаем длиннее. Спросим, как долго вы оставались в Париже? То есть то же самое, что сейчас вы сказали, но ещё длиннее. Как долго вы оставались? How long? How long did you stay in Paris? Да. How long did you stay in Paris? How long did you stay in Paris? И ответ – a few days, несколько дней, да? Так, и последний вопрос к этому предложению. Начнём со слова «what» и спросим, что вы посетили? Как спросить, что вы видели? What did you look? See, look – это смотреть, а see – это видеть. What did you see? Да, what did you see? Так, и третье предложение. Try to avoid, да, вот это постарайся избегать. Try to avoid foods. Постарайся избегать продуктов which contain a lot of sugar там у нас, да? Which contain a lot of sugar. Здесь, смотрите, вопрос будет такой, как это сказать-то? Вот с самим предложением, так не особо связанной. Как спросить, чего мне следует избегать? То есть в предложении у нас слово «следует» вообще отсутствует. А мы давайте зададим с ним, с этим словом. Как сказать? Тебе следует… Вспоминайте, это было на прошлом занятии. Тебе следует, тебе не следует. Это что за слово «следует»? Помните, когда дают совет? Какое слово используете обычно? Вот, напечатала. Видно, нет? А, should. Да, you should say, doctor, тебе надо сходить к врачу. You should take a walk, тебе надо прогуляться. You should take a sleep, тебе нужно выспаться, да? Вот, а здесь давайте спросим, что мне следует избегать? Чего мне следует избегать? Можно начать так. Вот фудзе. То есть какие продукты, да? Вот фудзе. А дальше вы. Следует избегать мне? Вот фудзе. Вспоминайте, вот смотрите. Я вот подсказку такую сейчас сделаю. Значит, если я хочу спросить, нужно ли мне поговорить с ними? Это будет выглядеть так. Should I talk with them? Следует ли мне? Мы меняем немножко порядок слов, потому что это вопрос. Тут, вот смотрите. Should I talk with them? Видно сейчас, что я начатала? Да. Should I talk with them? А почему здесь вот в этом предложении не нужно никакое do, не нужно никакое does? Потому что вот когда у вас в предложении присутствуют некоторые модальные глаголы, это can, это вот этот should, это would, например, еще. Ну, там еще некоторые. Да, мы просто меняем порядок слов. Это как бы со временем запомнится. Should I talk with them? Поговорить ли мне с ними? А у вас сейчас вопрос такой. Какие продукты мне следует избегать? Значит, мы начнем. Вот фудз. Фуд. Я напечатаю, но сейчас у вас это быстро пропадет, и вы сами будете вспоминать. Вот. Давайте, спрашивайте. Какие продукты мне следует избегать? What food should I avoid? Отлично. What food should I avoid? Так, и последнее, смотрите. Читайте сами четвертое предложение. He looks a lot older than his brother. Отлично. Так, looks a lot older. Давайте зададим здесь такой вопрос. Как он выглядит? Значит, выглядеть – это вообще look like. То есть выглядеть как? Look like. Вот обычно, чтобы спросить, как он выглядит, как она выглядит, как они выглядят, используется вот это look like. Так? Так, давайте спрашиваем, как он выглядит. То есть ответом могло бы быть что-то типа он там блондин или там он там высокого роста или все что угодно. Вот. Как этот вопрос задать? Как он выглядит? What is he look like? Да, только не what is, а what does, да? Потому что, потому что, смотрите, да, сейчас быстренько вспомним это, почему не is, а does. Потому что, если бы у нас было предложение такое, he is tall, он высокий, да? Вот чтобы задать вопрос к такому предложению или сделать это предложение вопросом, у нас уже is в предложении в самом есть, поэтому мы меняем порядок слов. Значит, как из предложения he is tall сделать вопрос? Высокий ли он? Как спросить? Меняем порядок слов просто. Было he is tall, а становится? Да, да. Не-не-не, смотрите. Если вы видите, что в предложении есть вот этот is, в любой форме, вернее, глагол be, в любой форме, это может быть is, это может быть am, это может быть а, это может быть was, если прошедшее время, это может быть were, если прошедшее время, множественное слово. Вот если вы это видите, вы сразу понимаете, что добавлять туда ничего не надо, надо просто менять порядок слов. Поэтому давайте еще раз. Предложение у нас. He is tall. Сделайте из него вопрос. Высокий ли он? Is he tall? Отлично. Давайте, предложение будет такое. Следующее. They are French. Да, они французы, например. They are French. Сделайте из этого предложения вопрос. Простите, они французы? Are they French? Отлично. А теперь смотрите, будет такой хитрый момент. Значит, если я скажу, they speak German, они говорят по-немецки. They speak German. Вот в этом предложении уже нет никакого глагола be. Поэтому без do вопрос не получится. Задайте вопрос. Спросите, они говорят по-немецки? They speak German. Спросите, они говорят по-немецки? Do they speak German? Да, do they speak German. Вот так это все работает. Так. Этому, конечно, надо миллион раз вернуться, чтобы вообще как бы не сомневаться. Я же это учила, но оно забывается. Это невозможно выучить и сразу начать использовать. Вот я вам абсолютно это говорю точно, абсолютно точно. Этим надо постоянно как бы к этому возвращаться. Это все время должно где-то крутиться в голове. И потом уже не задумываясь, оно работает. Запомните и использовать это невозможно. Так. Теперь смотрите. Очень быстро смотрим на тему сегодняшнего. Так. A few, a little, a lot. Это мы говорили. Вот смотрите. A kilo, a meter, a dozen. Значит, что это такое? A kilo, понятно. Килограмм, да? A meter, метр. Что такое dozen? Где-нибудь вам это слово попадалось? Попадалось. Попадалось. Дазн – это дюжина. Они, англоговорящие люди, очень часто меряют по 12 штук. Причем не только у них яйца расфасованные не по 10, а по 12. Но, в принципе, они что-то могут… Ну, сейчас я на ходу не пью. Да, я заметила. Да, там у них какая-то за этим, конечно, интересная история, но я сейчас не знаю. Итак, смотрите. Что это такое? Почему вот эти a kilo, a meter, a dozen у нас здесь вот как устойчивые выражения даются? Потому что, когда мы хотим сказать, что что-то стоит, например, 3 евро за килограмм или за литр, как у нас в первом примере, мы просто скажем, без всяких «за», не надо ничего добавлять, просто «a liter». Вот прочитайте первый пример. Petrol – это бензин petrol. Petrol costs 3 euros a liter. Petrol costs 3 euros a liter. 3 евро литр. 3 euros a liter. 3 евро литр. То есть, на самом деле, по-русски можно тоже сказать без всякого «за» литр, просто «3 евро литр». Итак, значит, и второй пример читайте. How much? How much are the eggs? И ответ. Знаете, как читать, когда у вас так цена дается, когда она как бы вот с мелочью после точки, то есть не ровно фунт, а фунт 50. Знаете, как это прочитать? Нет. Смотрите, вы сначала читаете, сколько там целых. То есть one pound. Один фунт. One pound. Ну, фунты, они как бы только в Великобритании, но тем не менее. В учебниках всегда они обязательно попадаются. Итак, one pound, а потом добавляйте сколько мелочью? Fifty. One pound fifty. То есть, например, если бы это было в долларах, как сказать? Один доллар пятьдесят центов. Как это прозвучит? One pound. Если это было бы в долларах. One dollar. One dollar. One dollar fifty. Хорошо, давайте предположим, что это евро. Как сказать? Два евро, ну пусть будет тридцать. А как мелочь называется? В евро тоже центы, да? Центы, да. Центы, давайте. Два евро тридцать центов. Как это сказать? Two euros twenty cents. Центы не надо называть, просто серфи. Да? Не говорите, что центы, просто. Ну, они здесь как бы так, может, тут они еще не все сильно хорошо на английском говорят, но они просто так там one, там fifty. Отлично, все, хорошо. Главное, чтобы было понятно. Значит, здесь у нас яйца в предложении стоят, значит, фунт пятьдесят за дюжину. One euro fifty a dozen. Да, почему здесь, кстати, написано the eggs? Потому что, почему именно эти яйца, да? То есть это как будто бы фрагмент какого-то разговора, и человек уточняет стоимость не яиц вообще, да? А вот и конкретно яиц. How much are the eggs? One pound fifty a dozen. За дюжину. Так, давайте быстренько придумаем парочку примеров. Вот я из тех же самых предложений убрала. Значит, придумайте, что что-то стоит сколько-то евро за литр. Ну, нам нужно про какие-то жидкости, да? Там, типа, молоко, там, не знаю, что там еще может продаваться. Молоко. Молоко, да. Молоко, да. Это two euros a liter. Все. Milk cost two euros. Вот это euro, оно произойдет сюда. You, you are, euro. Euros. Ну, можно на самом деле, господи, так все поймут. Значит, milk cost two euros a liter. Хорошо. И второй пример придумайте. Спросите, сколько стоит, и там дальше что-то, какой-то продукт. Причем, смотрите, начинается вопрос, how much are, то есть это должно быть, должно быть что-то исчисляемое, типа яблоки, типа яйца, типа конфеты, там, не знаю, что, помидоры, огурцы, лук и все, что хотите. Придумывайте. How much? How much are the potatoes? Potatoes. Отлично. How much are the potatoes? Так, зачем я здесь убрала слово? А, ну да, правильно, здесь, вот давайте, они у нас будут, картофель у нас будет стоить как будто бы фунт пятьдесят за, ну, килограмм, например, да, как это прозвучит? One, фунт? Pound? Pound, да. Fifty, fifty. A kilo. Kilo, да, one pound fifty a kilo. Так, значит, ваше задание на завтра, это вот я этот слайдик сейчас пришлю отдельно как изображение, и вы придумаете тоже что-то такое по, вот по этим двум как бы моделям, да, то есть утвердительное предложение, что-то стоит столько-то. Можете поменять элита на экило, а может у меня есть такой слайд, где я это убрала, сейчас я посмотрю, нет. В общем, короче, максимально можете, вернее, как хотите, можете поменять эти предложения, просто одно будет утвердительное, а второе будет вопрос. Хорошо, то есть два примера с вас будет? Ладно? Все, тогда я сейчас прям все отправлю, мы с вами заканчиваем пока. Ладно? Да. Спасибо вам. До завтра. See you. Спасибо. Спасибо. Спасибо.